Весна, ручьи и расцветающая природа. Однако этот период для сотрудников МЧС является одним из самых сложных. Подсохшая трава загорается от яркого солнца и в день на пульт дежурного может поступать до 15 вызовов. Чтобы добраться до места пожара, у специалистов есть ровно 10 минут, которые не всегда расходуются эффективно. По городу Рязани есть некоторые проблемы, когда особенно час пик, то есть это утренние часы с 8 до 9 и в вечернее время с 17 до 19 часов пробки, так называемые, на дорогах присутствуют. Поэтому приходится пожарным автомобилям двигаться по встречной полосе, то есть с несоответствующими проблесковыми сигналами, с звуковой сигнализацией. Сегодня первый раз сотрудники МЧС и ГИБДД провели совместный рейд. В течение марта запланировано несколько таких акций. Это реальный выезд на место трагедии. Пожарные быстрыми, а точными движениями забираются в машину. Вместе с ними в кабине находится сотрудник ГАИ. Он с помощью видеокамеры будет фиксировать нарушения. По закону специальную технику, к которой относится пожарная машина, должны пропускать все участники дорожного движения. Однако на практике женщины и молодые водители могут растеряться. В основном такие факты выявляются при проезде перекрестков, когда водители не могут сообразить, откуда исходит звук, где им нужно остановиться. Они думают, что заканчивая маневр, они ничем не мешают такому транспорту. В результате происходит задержка спецтранспорта, приходится оттормаживаться водителю. Нарушения оформляют сразу на месте. Сотрудники ГАИ передают сигнал дежурным автомобилям, которые задерживают нерадивых водителей. Ответственность за данное нарушение, за непредоставление такого транспорта предусмотрена частью 2 статьи 12.17, в соответствии с которой водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев. В феврале подобные рейды прошли совместно с сотрудниками скорой помощи. Было зафиксировано 6 нарушений. В марте особое внимание уделят пожарной технике. Ведь от скорости ее приезда на место трагедии зависят жизни людей и имущества, которые успеют или не успеют спасти пожарные. А с 1 апреля в регионе начинается особо опасный сезон, когда увеличивается риск взгорания лесных массивов. Именно к этому периоду повышенной оперативности сотрудники МЧС готовят не только личный состав, но и жителей города.